Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Один день из жизни главы администрации. Фильм о работе сити-менеджера города Кумертау и в целом о городе готовят наши коллеги из телекомпании ВГТРК Башкорта. Легко ли быть главой администрации, что изменит получение городом особого статуса ТОСР? Каким трудом обеспечивается комфортное проживание граждан? Один день с главой администрации провела творческая команда ВГТРК Башкорта. Государственной телерадиокомпании готовится фильм о нашем городе. Журналисты вместе с Борисом Беляевым побывали на ряде совещаний, посетили детские сады по проверке качества организации питания. Напомним, с нового учебного года образовательные учреждения перешли на систему аутсорсинга, поэтому качество питания всегда привлекает пристальное внимание как со стороны общественности, так и руководству города. Глава города побывал в этот день в детском саду «Ромашка», пообщался с детьми. В этот же день съемочная группа вместе с главой администрации поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем. График работы плотный, все расписано поминутно. В перерыве между съемками автор и ведущий программы Рустам Кабасов поделился своими впечатлениями от посещения нашего города. Вы знаете, мы так давно собирались в гости в Кумертау, потому что мы договаривались месяца 3-4 назад, потому что сейчас в ОФС среди журналистов, во всяком случае моих коллег, идет соревнование. Кто с мэром Кумертау сделает программу, кто снимет ваш завод и побывает. Потому что за последние две недели мои коллеги с канала «Россия Башкортостан» здесь уже неоднократно побывали. И даже по телевизору, по сюжетам я мог понять, что город стоит посетить, приехать. Тем более, что мы сегодня с вашим мэром такой плотный рабочий график, 7 утра на ногах. Но вот все ради того, чтобы привести интересную программу, которую мы сейчас очень успешно делаем. «Один день» она называется. И вот «Один день» с успешными, замечательными людьми. Потому что вот те результаты вашей работы – это и десятка лучших городов, правильно, моногородов России. Это и огромное количество встреч, тренингов, я знаю. Поэтому хочу и вам сказать спасибо за то, что вы нашли возможности. И вам, коллеги, пожелать, конечно, удачи. В хорошем городе живете и работаете. И все то, что хорошее, это вот Рустам приехал показать всей республике и всему миру о нашем городе Кумиртал. Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. В этот день в шестой школе прошел ряд мероприятий. Для школьников организовали семинары, мастер-классы, тренинги, а также интеллектуальные игры. Российский День науки очень важен для нынешней молодежи. Чтобы помочь развитию творческой личности школьников, в шестой школе ежегодно проводят мероприятие, посвященное Дню российской науки. Этот день также подчеркивает важность и актуальность науки для повседневной жизни. Мероприятия такого плана дают возможность заинтересовать широкий круг учеников и популяризовать научные знания. Сегодня у нас День точных наук. Именно точные науки мы выбрали во Всероссийский День науки. Сегодня будут проходить у нас мероприятия по математике, физике, информатике. И самым главным, скажем, не событием, а самое главное, что социальными партнерами нашего мероприятия являются преподаватели из Кумертавского филиала Оренбургского государственного университета и Кумертавского филиала УГАТУ. У учащихся имеется большое желание проявить свои силы в точных науках, а также проявить математические способности, показать все свои умения решать нестандартные задачи. Их привлекает возможность участия во многих интересных мероприятиях и нестандартных уроках. В подготовке участвовали учителя математики, преподаватели Кумертавских вузов и сертифицированные бизнес-тренеры. Действительно, нас пригласила 6-я школа, мы за это очень ей благодарны. Я являюсь представителем Кумертавского филиала Оренбургского госуниверситета и по совместительству с сертифицированным бизнес-тренером Международной организации труда. И наша площадка организована именно как бизнес-игра для школьников, которая раскрывает все понятия финансовой грамотности, экономической обеспеченности и о всех перспективах ведения бизнеса. В рамках проекта «Инженерное образование» в 6-й школе был открыт кружок робототехники. Теперь ребята в стенах собственной школы могут собирать различные конструкции. В День науки пятиклассники продемонстрировали свои навыки в этом нелегком деле. А также в этот день на разных площадках прошли такие мероприятия, как тематический брейн-ринг, научно-практическая конференция, интерактивная игра «Хочу все знать» и, конечно же, бизнес-игра. Суть бизнеса игры заключается в том, что школьникам действительно разрешается проигрывать реальный календарный год и заниматься производством. В результате этого месяца они понимают все свои минусы предпринимательской деятельности и производственной деятельности, плюсы, и понимают, что необходимы дополнительные знания для того, чтобы правильно вести весь бизнес. Целовая игра помогает воспитать в школьниках индивидуальный стиль поведения в процессе взаимодействия с людьми, а также дети учатся оценивать себя и свои способности. Игроки одной из команд разработали стратегию и поделились ею с нами. Мы хотим закупить сырье, сделать его, ну, сделать все хорошо, чтобы получилось все красиво, и продать его как раз-таки у Сали. То есть не брать черный рынок пока что, но потом, когда в будущем мы получим большую заработную плату. Мы хотим продать уже на черном рынке, но это будет очень рискованно, поэтому пока что будем держаться на легальном бизнесе. День точных наук в школе прошел очень творчески. В течение дня удалось показать ребятам, как много интересного есть в окружающем мире, каким захватывающим может быть поиск ответа на самый простой вопрос и как многообразен мир науки. Рината Гайсин и Роман Бекулов, телекомпания «Арис». Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова